всем привет дорогие друзья меня зовут никита и это уже второй мастер-класс у нас с битс гэп сегодня мы будем рассматривать уже конкретно одессе и ботов прошлый раз мы рассмотрели с вами grid ботов и вообще всю платформу в целом сегодня же мы коснемся конкретно диссей ботов посмотрим как влияют те или иные настройки на результат ботов на бэк тесте и на прошлом вебинаре я просил вас запустить несколько ботов так что буду рад если вы кнопочкой поделиться скинете ссылочкой из гэп чат в русскоязычный непосредственно ботов которых вы запускали я смогу их открыть оценить указать на ваши ошибки что у вас допустим запущено неправильно или правильно выскажу свое мнение после этого мы наверное уже и перейдем к диссей ботом но в принципе если никто не хочет делиться своими результатами то можем принципе и сразу начать разбор диссей стратегии так что давайте еще буквально минуточку подождем всех кто желает присоединиться и будем начинать кстати я тут по ходу скоро заболею либо уже заболел мне иногда чуть-чуть пропадает голос так что буду рыкать и вы сильно не судите я потом это все вырежу и те желающие смогут посмотреть уже нормальную запись на ютюбе для тех кто не знает как поделиться ботом вы можете вот здесь нажать на кнопочку поделиться выбрать необходимых ботов ты скопировать эту ссылочку и вставить ее из гэп русский чат и тогда я смогу по этой ссылке перейти посмотреть уже на ваших роботов так что давайте одну две минуточки ждем остальных кто еще не успел к нам присоединиться также если по мере мастер-класса у вас будут возникать какие-то вопросы также пишите их в чат мы будем выбирать вопросы из чата и я буду на них отвечать так что если вам что-то непонятно можете сразу же об этом написать и я отвечу на ваш вопрос и расскажу про тот или иной функционал который вам непонятен давайте наверное начинать я думаю что я начну с азов кто присоединится чуть чуть позже ничего не потеряет прошлый раз мы разбирали с вами grid ботов grid боты имеет у нас диапазон верхнюю часть и нижнюю часть и пока цена ходит внутри этого диапазона вот у нас торгует и зарабатывает и делает он это бесконечно пока цена ходит внутри этого диапазона с диссей ботами все обстоит немного по-другому кстати говоря смотрите как с помощью функции триллинг от у нас подняла сетку на биткоине которая запускал 15 дней назад и это отличный показатель чем отличаются те же самые grid боты битсгэп от биржевых ботов у биржевых ботов как правило нет этого функционала и если бы цена вышла за верхнюю часть сетки то никакой торговли бы не происходило еще я запускал двух ботов абсолютно одинаковых один диссей бот один grid бот чтобы показать вам что диссей боты все-таки имеют преимущество но в данном случае получилось так что за 15 дней боты заработали абсолютно одинаково но чаще бывает так что диссей боты зарабатывают больше но и снова же это отличный показатель что grid боты могут зарабатывать не меньше все зависит от конкретных рыночных естественно условий диссей бот работает немного по иной стратегии вот у меня есть запущенный бот и как же он работает вы его запускаете он также устанавливает сетку усредняющих родиров находится он запустить можно вот здесь запускного бота диссей бот далее выбираете вашу биржу допустим возьмем биржу кукоин и на примере того же самого биткоина на биткоине порой показывать проще всего потому что все знают этот актив и он у нас является сам так скажем надежным здесь уже сразу же имеются базовые настройки которые предлагает нам система они в принципе средние и как показывает практика то уже в принципе могут что-то показывать и порой даже очень даже неплохие результаты поэтому будучи новичком вам не обязательно прям перевопачивать все эти настройки целиком и полностью то есть вот можно запускать даже с около стандартными настройками с небольшими изменениями что же кстати говоря до суммы запуска ботов вообще что grid ботов что диссей ботов на самом деле это зависит все от самой бирже которую вы будете использовать потому что на каждой бирже имеется свое минимальное значение лимитного ордера допустим там для биржи binance это 10 долларов на один лимитный ордер на кукоине на окиксе это может быть там 123 доллара на один лимитный ордер тоже зависит от торговой пары поэтому от того где вы будете запускать бота вам может понадобиться разная сумма кукоин среднего сеточника на 30 гридов шагом скажем так гряда в один процент до можно запустить бота на 50 60 долларов на окиксе примерно те же самые значения когда кстати говоря базовый бот кукоина тот же самый сеточник до который вот у них имеется его там можно запустить минимум на 140 долларов без гэп позволяет запустить даже с меньшим количеством средств чем собственно сама бирже кукоин как же работает диссей бот диссей бот также имеет у вас сетку из усредняющих ордеров вообще диссей переводится на русский язык как усреднение цены в долларах то есть это усредняющий бот здесь мы видим что у нас имеется цена диссей то есть если вот выполнит исполнит все вот эти ордера которые у нас здесь имеются то средняя цена будет у нас вот такой то есть как здесь указано она естественно будет меняться когда мы будем менять настройки настройка мы скоро обязательно перейдем так вот главное отличие заключается в том что грид бот он торгует пока цена в диапазоне то есть он исполняет грид получает с него прибыль идет к следующему гряду за его место исполненного ставит другой грид на покупку и он будет это делать пока он в диапазоне с диссей ботом ситуация иная диссей бот имеет один take profit на один цикл один раз вот он усредняется у вас допустим take profit стоит один процент он этот take profit выполняет здесь мы вот видим да что вот у нас имеется цена который сейчас у актива усредняющие ордера и take profit после того как он выполнит take profit то он у вас перезапуститься по вашим настройкам к этому мы тоже сейчас перейдем то есть там могут быть разные варианты перезапуска может принципе не перезапускаться сделать один цикл то есть все зависит от ваших настроек но суть в том что он сделал take profit запустился заново с таким же количеством усредняющих ордеров на ту же самую сумму и собственно будет ждать take profit и так по кругу по отличиям я думаю что вам понятно по стратегиям естественно все на спотовом боте до диссей имеются все биржи которые я показывал в предыдущем ролике которые вы можете здесь подключить во вкладке моей бирже бирж огромное количество то есть все основные биржи бинанс байбит okix кукоин бигет и так далее то есть вы здесь видите это даже не полный список бирж это только бирже которые доступны для демо режима вот далее вы выбираете торговую пару торговую пару вы выбрать можете абсолютно любую которая есть на этой бирже которую вы выбрали то есть без г никак вас абсолютно не ограничивает с точки зрения выбора торговой пары видите то есть имеется даже вот такие вот пары агекс это х да то есть и вы сможете торговать эту пару к эфириуму и никаких проблем у вас с этим не будет единственное что то есть вы должны будете иметь эфириум для запуска этого бота они usdt получается как указано здесь да агекс да то есть нам из инвестиций нужна именно квота которые мы здесь указали далее по стратегиям long и short несмотря на то что это у нас спотовый бот здесь имеется стратегия давайте я верну на bitcoin usdt как long стратегия так и short но short стратегия работает таким образом как сеточный by the deep вот short стратегия вы здесь можете навести на восклицательный знак и почитать что вот сначала продает базовую валюту а затем получает прибыль от ее покупки при снижении цены то есть база у нас здесь это bitcoin квота usdt то есть данный бот у вас зарабатывает bitcoin потому что он будет шартовый то есть вот так это будет выглядеть ланговый бот будет зарабатывать у вас usdt и это кстати говоря тоже можно сказать не часто встречаемый функционал когда вы можете запускать шартового бота на споте и зарабатывать тот же самый bitcoin да не каждый вот такое вам позволит также как и огромное количество торговых пар мы будем рассматривать на примере классической long стратеги потому что все-таки шартовая заработком непосредственно того же самого биткоина будет интересно не каждому потому что имеется огромное количество интересных парк usdt на которых мы можем зарабатывать хорошие деньги далее выбираем сумму инвестиций которые мы собственно вкладываем в этого бота и она будет распределена на всю сетку из этих активов то есть на каждый перезапуск у нас будет одинаковая сумма активов далее мы можем уже выбрать ручные настройки здесь имеется несколько видов настроек то есть основные настройки бота давайте с них и начнем условия запуска бота разместить базовый ордер немедленно то есть немедленно это как раз таки если точнее не если а когда у нас исполнится take profit поэтому боту он будет тут же моментально перезапущен но это не самый лучший вариант и я вам объясню почему далее у нас имеется варианты запуска по сигналу индикатора то есть из индикаторов на данный момент выбор три индикатора это rsi стахастик и macd причем каждый из этих индикаторов можно запускать на разном таймфрейме чем больше у нас будет увеличиваться таймфрейм тем естественно меньше сделок у нас здесь показывает бэктест что вот если на 30 минутном rsi мы запускаем то у нас всего 14 сделок за месяц было бы ну и мы сразу же даже можем протестировать эти настройки посмотреть где у нас бот входил сделку где он фиксировался как он отрабатывал и какой результат мы с этого получили вы здесь можете подбирать индикаторы делать тестирование настроек и уже смотреть как бот отрабатывал допустим на macd на одноминутном таймфрейм мы видим что у нас было бы 1220 сделок то есть мы посмотрим сейчас тестирование настроек и мы видим что мы на биткоине могли бы заработать 783 процента за месяц но мы видим что при таком индикаторе да здесь мы усреднялись и в итоге цена пошла вниз и сделку мы закрыть не смогли то есть у нас не хватило либо усредняющего ордера либо была то есть такая точка входа то есть нам нужно сейчас подбирать настройки до чтобы вот был более устойчивый просадка то есть это наверное один из таких тоже очень важных моментов что важно смотреть чтобы вот у вас выдерживал просадки потому что если будет происходить какие-нибудь вот такие движения вы можете оказаться в такой ситуации что вот 19 января там 28 января да у вас просто 9 10 дней бот мог не работать и не торговать вообще из-за этого собственно такой результат хотя за остальной период он смог заработать довольно неплохие деньги для пары bitcoin там usdt до далее по настройкам объем базового ордера объем базового ордера это самый первый ваш ордер который будет запущен вместе с ботом то есть самый первый ордер и далее сумма усредняющих ордеров это ордера дополнительные которые будут вас скажем так подстраховывать при падении цены также можно установить их дополнительно сколько вам требуется для того чтобы сделать бот более устойчивым к просадкам но вы также должны понимать что чем больше ордеров усредняющих вы сделаете то можно сравнить это с грит ботом да когда у вас часть денег не работает из-за того что цена не бывает в этом диапазоне здесь тоже самое то есть если цена не бывает в этом диапазоне то у вас большая часть денег может просто не работать и вы будете получать мизерную прибыль с каждой вашей сделки то есть если мы добавили достаточно много ордеров мы в итоге даже усреднились здесь и здесь да в отличие от предыдущего нашего бэк теста но все равно мы смогли выйти и сделки только вот примерно в том же самом месте где и в прошлый раз в данном случае нам это не особо помогло также мы можем увеличить шаг усреднения ордеров потому что на каждый ордер нам в любом случае нужно закладывать какую-то сумму сумму денег мы можем допустим уменьшить количество усредняющих ордеров но чтобы перекрыть больший диапазон мы можем добавить просто расстояние между гридами мы можем его увеличить увеличить шаг гряда также здесь имеется дополнительная настройка лимит активных ордеров если мы включим то мы можем выбрать сколько лимитных ордеров бот установит сразу для чего это нужно это нужно для того чтобы освободить часть капитала потому что чем больше у вас одновременно будет ну то есть сколько у вас будет активных ордеров столько денег бот зарезервирует сразу если мы уберем несколько то 175 и 227 долларов он у нас замораживать не будет он заморозит только эту сумму который не входит собственно эти два гряда вот тут на ваше усмотрение можно ее не включать но вы должны понимать что если вы поставите одновременно 3 актива и запустите несколько ботов вы можете рассчитывать на одну сумму чтобы вот у вас работал а он у вас будет работать на совершенно другую сумму и когда придет время усредняться у вас может просто не хватит денег и тогда вот не усредниться он просто у вас в статистике выдаст ошибку но в принципе добавив деньги на биржу вы можете зайти в эту статистику и там появится у вас кнопочка исправить и вы сможете вернуть этот ордер обратно в работу в случае спотовых ботов это конечно не критично можно посидеть и подумать даже и цена в принципе когда улетит там сильно низко вы усреднитесь по более лучшей цене да но случае допустим фьючерсных ботов это может быть уже критично потому что любом случае усредняя цену вы и точку ликвидации также как бы улучшаете тоже зависит от вашего кредитного плеча к примеру вопросы из чата диссей опаснее за счет того что не угадать с направлением в случае если вы ставите недостаточно много усредняющих ордеров и не угадали направление до цена может прошить скажем так ваши ордера не вернуться обратно и в таком случае вот просто не будет зарабатывать бот будет просадки снова же если это спотовый бот вы можете его усреднить вручную когда посчитаете нужным и дать боту возможность выйти из этой сделки но тот же самый grid вот за счет того что он обычно имеет более широкое перекрытие он в этом плане безопасней плюс имеется функция трейлинг down которая может расширить сетку вниз потом мы эти гряды можем убрать и рассказывал на прошлом мастер-классе и диссей бот да в принципе он для новичка сложнее несмотря на то что благодаря бэктесту и широкому функционалу без гэпа может настроить и новичок да но за диссей ботами нужно более активно следить более скажем так участвовать в рынке отслеживать движение там того же самого биткоина да и хоть примерно представлять какой у нас сейчас тренд и что нас ждет там в каком-то недалеком будущем по поводу так на каком таймфрейме лучше смотреть индикаторы на самом деле тут все зависит от вашей стратегии потому что вы можете допустим сделать вас может быть абсолютно разная стратегия можно уменьшить допустим количество усредняющих ордеров за счет чего у вас более сконцентрированы будут деньги до в одном в этих ордерах маленьком диапазоне но поставив при этом более высокий таймфрейм на индикаторах вы можете угадать с точкой входа более лучше но это тоже все нужно тестировать чем выше скажем так таймфрейм индикатора тем более точный вход он сможет сделать но при этом и меньшее количество сделок вы при этом получите далее мультипликатор объема так называемый martin гейл вообще dc и ботов также называют еще и martin гейл ботами martin гейл это когда вы каждый последующий ваш ордера тут кстати говоря это прекрасно заметно до увеличиваете сумму усреднения для того чтобы это усреднение происходило более эффективно для того чтобы вы понимали о чем я говорю смотрите как это происходит видите где сейчас dc и цена усреднения если мы уменьшаем мультипликатор объема то каждое наше усреднение становится одинаковым если мы выключаем вообще и точка усреднения она поднимается выше то есть если цена забрала все наши ордера до вашего тейк профита цен цене идти будет дальше но при этом если вы сильно увеличить и martin гейл то вам придется вкладывать в бота довольно большие деньги то есть чем больше martin гейл то есть вы понимаете что первый ордер у вас на 23 доллара там точнее как у вас базовая будет на 300 но 1 усредняющий всего лишь на всего на 23 доллара но последний аж на 372 это снова же может говорить о том что даже несмотря на такой огромный martin гейл вы будете получать маленькую прибыль потому что основные гряды у вас которые будут срабатывать там это первый второй примеру грид да и при более уже серьезных движениях рынка вроде вот таких вот да у вас уже будут срабатывать другие гряды из них конечно уже больше большую прибыль можно получить снова же если мы при таком martin гейли протестируем в принципе результат можно сказать неплохой и мы даже смогли выходить вот на этой просадки на которой не могли ранее выходить да то есть и сделок снова же все нужно тестировать нужно подбирать настройки как под каждую пару отдельно под каждую ситуацию на рынке даже если мы сейчас покажу волшебство да здесь у нас 14 числа если мы сделаем к примеру числа с 18 то у нас картина может быть совершенно другой по входам и выходам сделок если даже от 19 то есть если поймать какой-нибудь низ до по картина сделок она будет совершенно другая и результат тоже будет совершенно другой то есть точка входа она тоже важно помимо мультипликатора объема здесь также имеется мультипли мультипликатор шага гряда мультипликатор шага гряда это как раз таки расстояние между грядами если изначально у нас шаг усреднения 07 да здесь стоит последующий уже будет больше и больше и больше на 1 и 3 то есть каждый предыдущий умножается на 1 и 3 и как мы видим что здесь там допустим с маленький шаг гряда здесь уже как два таких гряда последний шаг усреднения то есть мультипликатор шага гряда также может помочь вам сэкономить деньги скажем так то есть вы можете при том же самом депозите перекрыть большее расстояние по сетке ну большее расстояние по цене как вы видите средняя цена при этом также падает здесь и цена средняя ну цена усреднения после выполнения всех ордеров вот и все это по идее мы должны брать и тестировать и смотреть как при этом отрабатывает бот и сколько процентов мы можем получить при тех или иных настройках но принципе важно смотреть на стабильность отрабатывания бота то есть вот снова же несмотря на то что мы расширили нашу сетку здесь он усреднился но здесь он также выйти не смог смог выйти только уже выше а если бы цена продолжила болтаться в диапазоне там 42 тысяч то вот в принципе не перезапустился бы и вот всю прибыль бы которые вы смогли получить это то что было вот здесь вот там довольно маленькие значения далее у нас take profit take profit имеется как обычный так и трейлинг мои тесты показали что ну по крайней мере может быть я недостаточно тестировал но трейлинг у take profit а дает более низкие результаты чем то есть обычный take profit обычный take profit отрабатывают таким образом что когда цена дошла до take profit а он зафиксировал сделку и ждет сигнал от индикатора случае же когда у нас стоит трейлинг то вот зафиксирует сделку только когда цена потом снова откатиться ну до этого трейлинга либо она будет расти вместе с ним то есть пока она не откатиться на вот это расстояние обратно и в принципе вот в одном случае мог бы уже перезайти в другую сделку и ждать уже другой take profit а с трейлингом допустим вы можете еще какое-то время болтаться и ждать этого самого take profit а то есть ну по крайней мере по тестированию все это показывает именно на это здесь имеем 568 с трейлингом да но если ставим обычный то получаем уже 688 то есть вот без трейлингов заработал по факту больше денег но принципе разные стратегии разные монеты разная волатильность это все может играть ключевую роль и все нужно тестировать на разных парах все эти настроечки могут показывать абсолютно по-разному также по take profit у нас есть несколько вариантов это цена усреднения то есть при цене усреднения take profit у нас также будет понижаться то есть когда у нас выполнится все вот эти ордера которые показаны на графике до мультипликатор шага чтобы лучше видно было сетку ордеров при усреднении take profit также у нас будет спускаться ниже потому что он будет срабатывать на 0 75 процентов в данном случае от цены усреднения то есть когда мы выполним все вот эти ордера от этого ордера точнее от этого ордера от этой точки входа от средней цены у нас будет на 0 75 процентов стоять take profit также есть вариант цена базового ордера если мы выберем цена базового ордера даже если выполнится все эти гряды и dice и цена у нас будет находиться здесь да то take profit у нас все равно останется вот на этом уровне который мы сейчас видим по цене базового ордера то есть от цены базового ордера 0 75 процентов если мы такой вариант протестируем то в данном случае это отработало тоже плюс минус примерно так же но бывают случаи когда это кардинально портит всю картину и потому что такого take profit а его достичь намного сложнее особенно если рынок как в данном случае постоянно не растет когда рынок постоянно растет естественно вам проще это сделать выйти по take profit у от цены входа но когда рынок гуляет в довольно таком диапазоне да то вы до этого take profit а можете в принципе даже не дойти то есть если бы допустим сейчас вот у нас мы зашли в такую сделку да а цена ушла сюда ниже и пошла бы в боковике или допустим вернулась там на эту цену или даже вот в этот какой-то боковик ушла до до take profit а нам может быть довольно далеко на самом деле ну и также имеется еще варианты с индикаторами то есть цена усреднения плюс индикаторы то есть те же самые индикаторы которые мы использовали на вход также можно использовать и на выход то есть когда индикатор будет показывать к примеру там перепроданность да я не могу наверняка сказать как настроены эти индикаторы то есть тот же самый magdi он работает там от разницы между двумя средними скользящими там обычно это берется период 12-26 дней и когда magdi пересекает линию сверху вниз то происходит собственно грубо говоря сигнал да но здесь это все может быть настроена индивидуально но суть именно такая что когда приходит сигнал происходит фиксация сделки также мы можем посмотреть как это могло повлиять что что будешь делать bitcoin просто дает стабильность на любых настройках плюс минус одинаковый результат у нас получается чтобы мы буквально здесь не делали то есть понимаете новичок может грубо говоря сейчас натыкать такого разного и при этом зарабатывать плюс-минус одинаковые деньги разве это не прекрасно вот ну и собственно варианта 2 а цены усреднения плюс индикаторы лиз либо цены базового ордера плюс индикатора все то же самое что с базовым ордером но плюс еще и с индикатором давайте попробуем помучить какой-нибудь другую пару вот кстати говоря просто открываю кардану выбираю сумму инвестиций кстати говоря здесь там и сильно уменьшаем инвестиции то есть вот автоматически убирает лишние гряды ну допустим если рассмотрим на 1000 долларов протестируем настройки вот видите какая ситуация если бы бот просто перезапускался по кругу то есть у нас последняя сделка была бы 18 января и даже вот этого движения не хватило чтобы выйти боту по take profit у то есть в такие моменты очень сильно выручают бэк тесты потому что у конкурентов если вы запускаете такого бота с такими настройками впереди вас ждет просто неизвестности вы не можете даже предположить в каких ситуациях как будет отрабатывать бот хорошо или плохо а здесь к примеру если мы сейчас просто добавим сигнал индикатора например какой-нибудь стахастик да то мы видим уже совершенно другой результат то есть дальше уже смотрим подстраиваем немного меняем но результат вы сами видите стал совершенно другим и так мы на собственно take profit ах остановились и давайте посмотрим здесь если бы у нас был take profit от цены базового ордера не цены усреднения видите ситуация уже как я говорил совершенно иная результат более чем в два раза хуже по процентам это немного но в соотношении это в два раза хуже вот если взять цены усреднения плюс индикаторы также можем протестировать и посмотреть то есть результат тоже уже совершенно другой но в принципе сколько бы я не торговал диссией ботами по мне так самый лучший вариант всегда был наверное есть это просто take profit какой-то определенный фиксированный от цены усреднения мне кажется что этот вариант он самый такой базовый и работает лучше всего ну и также вы можете здесь использовать take profit либо по маркету либо лимитным ордером в чем отличие по маркету во первых у вас выше торговой комиссии во вторых многие биржи лимитными ордерами вообще вам могут выключить комиссию то есть биржа по идее не любит когда вы take your потому что вы грубо говоря выгребаете ликвидности из рынка биржи любит когда вы maker по маркету есть еще один момент это когда вы используете какой-нибудь совершенно новый актив который только начал торговаться на рынке да он только залистился еще одно преимущество ботов битс гэп тем что вы сразу же можете торговать ботами на таких собственно парах там не может не быть ликвидности если скажем так у вас приличный кошелечек и вы решили зайти там на 5 или на 10 тысяч долларов такую монету то ваш take profit может просто срабатывать с проскальзыванием то есть в стакане может не быть ликвидности и когда вы фиксируете 075 вы можете по итогу зафиксировать там ну в самых худших случаях даже минус там но в лучших случаях там 07 или 06 или 05 то есть вы можете двигать рынок грубо говоря если это низко ликвидный актив поэтому тут тоже можно выбирать исходя из вашей стратегии да о ваш лимитный ордер цена может просто отталкиваться в таком случае и не забирать его то есть грубо говоря вы построили стену своим ордером которую не могут пробить ну сейчас рынок и нормальные биржи в принципе уже наверно почти не допускают такие пары к торговле можно сказать что это пережиток прошлого точнее ну хотелось бы в это верить по крайней мере далее стоп-лосс естественно здесь имеется стоп-лосс стоп-лосс также здесь отображает минус который вы зафиксируете в случае достижения цены стоп-лоссом что очень удобно то есть вы сразу же сейчас уже заранее знаете сколько вы потеряете в деньгах если выйдете по стоп-лоссу кстати говоря битсгэпе еще удобно все тем что вы можете просто на графике двигать этот стоп-лосс и таким образом выбирать они просто вписывая здесь какие-то конкретные результаты ну естественно имеется также трейлинг стоп-лосс который будет тянуться за вашей ценой да и в случае если у вас слишком много усредняющих ордеров там еще в некоторых моментах трейлинг стоп-лосс может сработать раньше чем скажем так вам нужно вот но суть трейлинг стоп-лосса это в том что он будет двигаться вслед за ваши позиции вслед за вашей ценой ну и естественно управление рисками здесь имеется также памп и дам протекшн то есть когда будет происходить какой-то слишком сильный памп а вот к примеру не будет перезапускаться он будет ждать пока этот памп пройдет чтобы вы не вошли где-нибудь слишком высоко к примеру очень хороший функционал если вам не нужно заходить на хаях целевая общая прибыль также вы для бота можете выбрать сколько процентов от суммы инвестиций вы хотите забрать с этого бота прежде чем он перестанет перезапускаться если вот как здесь указано 30 процентов ботом торгует месяц полтора месяца или там недели две недели за какое время он эти 30 процентов заработает через такое время он и перестанет перезапускаться циклично у вас как это настроено допустимый общий убыток также вот перестанет перезапускаться если допустим по тому же самому стоп-лосс у вас общий убыток составит там 30 процентов но это же очень важная настройка это максимальная и минимальная цена то есть вы можете установить выше какой и ниже какой цены вот перестанет заходить в сделки это тоже очень удобно когда вы боитесь что цена улетела слишком высоко допустим и настройки вашего индикатора позволяют боту перезаходить сделку хотя цена там улетела как допустим ну вот у биткоина допустим как у нас сейчас было можно сказать огромный рост да и вот в таком случае вы можете подрегулировать выше какой цены допустим бот перестанет запускать новые сделки то есть чтобы снова же не зайти слишком высоко или вы понимаете что ниже определенной цены вас также если упадет цена актива то там допустим полетит прям сильно вниз и вы не хотели бы чтобы вас бот естественно перезапускался то в таком варианте это тоже помогает окно и в принципе все далее у нас здесь тестирование настроек где мы уже тестируем то что у нас получилось ну и кстати говоря здесь ниже имеется стратегии бэк тест уже готовый на стандартных настройках до который сделан самых прибыльных собственно монет также можно здесь нажать кнопочку выбрать нужные вам биржи выбрать период бэк теста за какой вы хотели бы посмотреть тоже будут совершенно разные результаты вот выбирайте просто ваши все основные биржи можете выбрать конкретно от какой до какого от какого до какого процента прибыли смотреть активы допустим если вы понимаете что актив вырос там уже на 200 процентов да и дальше он там неизвестно будет расти не будет расти то вы естественно можете там поставить минимум допустим вам не интересно зарабатывать меньше 15 процентов и там 50 процентов то что уже выросло допустим уже заходить к примеру не актуально и тогда он покажет вам только такие монеты которые показали такие результаты и далее вы уже заходите смотрите чтобы с активом если вы умеете анализировать рынок до имеется у вас навык технического анализа вы уже можете посмотреть чего можно ждать от той или иной монеты и исходя из этого на ней запускать диссей бота далее по вопросам наверное давайте пройдемся посмотрим может быть что-то еще из вопросов появилась не знаю как предугадывать движение цены поэтому не знаю как запустить бота ну как раз таки для этого у вас существует бэктест вы просто можете посмотреть активы которые вам интересны допустим просто вот вы запускаете диссей бота вам нравится какая-нибудь монета там оптимизм вам нравится что у него там вот такие вот прекрасные движения и вы начинаете просто смотреть уже настройки братья сумму ваших инвестиций сначала тестируете с базовыми настройками и смотрите как бы бот отработал то есть бот здесь просадку не выдерживает естественно нам в таком случае нужно как минимум увеличивает либо количество усредняющих ордеров либо шаг усреднения ордеров то есть либо мультипликатор шага также от вашего депозита который вы хотите вложить бота зависит допустим тот же самый хотя бы и рысай добавить и посмотреть выдерживает ли просадки бот бот просадку не выдерживает смотрите далее допустим можно добавить один усредняющий ордер несколько усредняющих ордеров посидеть и прямо потыкать если вы новичок и совсем ничего не понимаете можете выбрать там вместо и рысая там стахастик если допустим не хочется увеличивать инвестиции да то можно увеличить не количество ордеров допустим шаг усреднения мультипликатор шага усреднения можно дополнительно и и также протестировать вот эту просадку бот не выдерживает то есть если бы мы запустились вот в этот день да то бот у нас проработал бы двое суток и перестал бы работать но если мы допустим посмотрим от 16 числа это слову к тому что почему важно . запуска . запуска тоже важно если мы заходим на каких-то хаях очень велик шанс того что мы попадем вот в такую ситуацию идет хорошая просадка по там монете до максимально достигала там 30 процентов и в принципе нормальный бот никакой такой просадки не выдержит именно диссей бот потому что это такие более направленные боты они не предназначены чтобы работать в таких диапазонах можно конечно его настроить и большой депозит взять взять там допустим много усредняющих ордеров но это вы сильно разгоните депозит либо у вас сильно маленький будет take profit по итогу если вы хотите перекрывать больше да вот мы видим что как бы и доходность больше в итоге да можно все это дело как бы сделать еще сильнее можно еще один допустим ордер даже добавить посмотреть то есть просадку он тогда выдерживать начнет но вам нужно смотреть устраивает ли вас тогда доходность здесь это вообще не помогло в данном случае до увеличение мультипликатора плюс усредняющий ордер так шаг если вот так и смотрим вот так же в принципе эти вопросы можно пробовать решить более высокими таймфреймами индикаторов меньше сделок будет но точки входа по идее должны выбираться более лучше но в принципе тут плюс-минус такой же результат получается поэтому я всегда говорю что новичку лучше всего начнет начать именно с грит бота и постепенно переходить к диссей потом когда вы уже немного научитесь анализировать рынок и понимать чего от него ждать ну что диссей бота и часть часто запускаются то есть там на одну на две на три недели там до зависимости от рынка и потом вам нужно его перенастраивать либо искать новую точку входа когда тот же самый грит бот у вас просто диапазоне потихонечку помаленечку молотит я вот эти два бота запускал одновременно и хотел показать что диссей боты часто зарабатывают больше вместе с грит ботом там примерно одинаковый диапазон у меня был на одинаковую сумму то есть я старался сделать одинаковые условия хотя и это два абсолютно разных бота и у меня получилось сделать одинаковый профит у них по итогу 15 дней 15 дней отрабатывания далее будет ли тотал в плюс если одновременно запустить и лонг и шорт ботов на одном активе нет это абсолютно неправильное мнение потому что допустим лонг у вас там не выдержал просадку short там выдержал просадку то есть там могут быть разные ситуации они не они не будут работать одновременно потому что если вы даже их запускаете по индикаторам у них у индикаторов то есть в разное время может быть там у шартового лонгова по идее там перепроданность перекупленность когда ему заходить сделку и они могут не заходить одновременно и в итоге на каком-то периоде они у вас сильно начнут расходиться какой-то даже может остаться в просадке а какой-то в принципе ну как бы работать поэтому вот такие вот якобы хеджирующие боты но я запускал на на гряде таких ботов и в итоге один бот я закрыл в хороший плюс а второй я ждал больше 50 дней чтобы закрывать его не в минус так что это тоже все во первых от ситуации зависит во вторых джирование так не работает будут ли еще вопросы пишите вопросы не стесняйтесь если кто-то подключился кто у нас был на прошлом мастер-классе можете поделиться вашими ботами кнопочкой поделиться вот таким вот образом скинуть ее в чат я могу посмотреть ваших запущенных ботов как вы их запустили как они отрабатывали и провести какую-то аналитику сказать рассказать свое мнение так ну а пока возможно находятся такие люди давайте посмотрим по статистике вот у меня есть запущенный диссей бот вот мы видим как он отрабатывал запускался он вот здесь естественно пока цена растет диссей бот шикарно генерирует прибыль с просадками там нужно действительно тестировать и конкретно смотреть какие хотели бы вы чтобы он выдерживал просадки до на сколько процентов и исходя из этого уже делать ему количество усредняющих ордеров такое и так далее но в какой-то степени есть не то чтобы лайфхак но есть небольшой совет да вы можете сделать нормального хорошего бота с небольшим диапазоном то есть по бэк тестом чтобы он у вас прилично зарабатывал и не бояться того что цена уйдет сильно ниже это конкретно относится именно к спотовым ботом они к фьючерсным потому что здесь вы в любой момент можете сделать ручное усреднение позиции это находится действие бота до который вы можете выполнить с этим ботом нажать сюда и нажать ручное усреднение позиции и когда цена уже сильно упала вы видите отскок либо если вы самостоятельно не понимаете там смотрите каких-то блогеров которые понимают там да не в рекламу сказано там трейдер 80 на 20 там redvan genesis да можно как-то с помощью них пытаться понять куда сейчас рынок пойдет и вы понимаете что ну достаточно сильно мы уже просели скорее всего сейчас будет отскок вот именно тогда вы берете и делаете ручное усреднение и здесь уже смотрите сколько вы вкладываете денег до бота ваша одессе и цена сейчас и расчетная одессе и цена какой она станет смотря сколько денег вы вложите в этого бота не рекомендую вам проворачивать что-то подобное с фьючерсными ботами потому что можете потерять огромное количество денег на ликвидации со спотовыми ботами ваши риски заключаются только в том что вы можете какое-то долгое время сидеть в минусе в позиции но эта позиция у вас кушать не просит фандинг не платится и так далее и проблем никаких нету и когда сильно упала цена сильно да просто смотрите какую расчетную среднюю цену вам нужно это очень удобно кстати говоря что вы сразу видите сколько вам нужно вложить денег чтобы усреднить цену до определенных значений смотрите хватает ли вам этих значений да то есть где сейчас цена куда там она прогнозируется к примеру если вы понимаете что это скорее всего спасет вашу позицию можете усреднить и таким образом выйти если конечно же вы не используете стоп лосс да но в принципе на фьючерсах стоп лосса я бы сказал что это обязательная вещь но на споте вы снова же ничем не рискуете кроме как долгосрочной долговременной просадкой каждый для себя выбирает стратегию самостоятельно давайте пройдемся по статистике что у нас вообще здесь есть отображается что мы можем увидеть да по запущенному диссей боту во первых здесь указана сумма инвестиций насколько мы его запустили позиция long либо short то есть направление общий пнл общий пнл у нас складывается из профита бота это сколько он наторговал от take profit of до перезапускался вот он 80 сделка него было за эти 80 сделок он сгенерировал 41 процент прибыли но так как сейчас он находится в сделке а эта сделка находится в минусе этот минус мы можем видеть здесь до минус 1 21 процента вот если мы от 4 и 1 отнимем 1 21 процента то мы получим по идее вот эту вот цифру столько мы получим денег сейчас если мы закроем бота и ну продадим весь bitcoin то есть зафиксируем ботов usdt общий пнл отображает у нас всю картину о вашем позиции то есть у вас же естественно здесь закуплен bitcoin у него средняя цена мы видим что выше чем рынок сейчас естественно позиция в минусе и вот это у нас от этого общий пнл и зависит средняя за день сколько среднюю за день вот зарабатывает ежедневно удобный показатель мы у нас комьюнити и вообще и мне нравится именно отслеживать среднюю сколько бот зарабатывает в день да и уже для себя знаешь там вот какое-то время работает там зарабатывает на споте какие-то 0 5 процентов день и ты такой уже понимаешь вот принципе хорошо для спотового бота там 0 5 процентов день 15 процентов месяц это приемлемо вот это удобно отслеживать в принципе ну и статус long и у нас имеется take profit то есть когда бот ждет сигнал от индикатора здесь также будет написано что он ожидает сигнала для входа в сделку принципе большинство этих значений дублируется у нас вот здесь вот в этой новой вкладочки которая появилась буквально 8 числа свежее обновление видим инвестицию общий пнл если мы его сейчас зафиксируем да далее профит бота вот такой вот диаграммы можно посмотреть линейные до либо посмотреть столбиками плюс здесь отображается среднее за день ну и конкретно по дням сколько каждый день бот зарабатывал можно вот таким вот образом все это дело посмотреть либо столбиками принципе здесь разные там таймфреймы один день одна неделя один месяц либо за все время работы бота здесь у нас по конкретной позиции который сейчас открыта статистика у нее сейчас минус 1 27 процентов в долларах это минус 12 там 83 доллара и скачет и сколько в количестве биткоинов у нас уже закуплена в этой сделке да ну и цена входа то есть это средняя цена вашего закупленного биткоина который сейчас находится сделки то есть dc и цена которая отображается вот здесь на графике ниже мы видим распределение активов на какие активы сколько у нас приходится то есть на ордерах на открытых у нас сейчас я так понимаю 391 доллар в биткоине как я уже говорил это здесь также отображается вот это значение и прибыль которую мы уже получили это вот это прибыль профит бота непосредственно с ваших тейк профитов которые была заработана можно отобразить вот такой круговой диаграммой можно отобразить вот такой вот полосочкой как вам удобнее ну и ниже естественно количество сделок которые уже бот провернул и время его работы бот айди это я так понимаю для службы поддержки если у вас какие-то проблемы с ботом чтобы вам быстро объяснить где у вас проблема наверное можете просто отправить этот айди поддержку кстати говоря о поддержке хотелось бы еще сказать вам вот такой вот момент на сайте без г.ком то есть на самом главном лендинге сейчас я сюда перейду без г.ком во вкладочке ресурсы имеется кнопочка фидбэк здесь вы можете написать в службу поддержки абсолютно любые свои хотелки которые вы хотели бы добавить в бота примеру вы хотите какой-то функционал просто нажимаете сюда пишите сотруднику и потом команда битсгэп все это проверяет смотрят и уже действует по общему настроению всех желающих да то есть понятное дело что если очень много людей хотят чтобы появился вот такой новый интерфейс какой-нибудь да с конкретными предложениями из г просмотрит ваше предложение то есть они специальную кнопку даже сделали для этого для того чтобы улучшать свой продукт и выполнять ваше желание кстати говоря еще хотелось бы сказать что я говорил что здесь можно подключить довольно большое количество бирж и то есть вы будучи одним человеком можете подключить довольно большое количество бирж и вы можете не беспокоиться за свои api ключи потому что здесь все надежно за все время работы биржу биржу платформу битсгэп не взламывали ни разу то есть и ни разу не было такого что у ребят кто пользуется без гэп о их ключам были украдены какие-либо деньги так что тут с этим все надежно доказано временем далее по действиям ботов то есть что мы можем еще сделать с этим ботом можем посмотреть детали как раз получается в старом отображении все это так и выглядело конкретно настройки вашего бота то есть все настройки которые вы указали в бота при его создании также можем посмотреть ордера бота где он продавал где он покупал какую прибыль получал сколько заплатил комиссию про комиссию часто звучит вопрос и сразу же предугадаю его эта комиссия непосредственно бирже это не комиссия платформы битсгэп битсгэп не берет с вас никаких денег только ну кроме оплаты собственно за подписку то что комиссии здесь отображаются это комиссии бирже и очень хорошо что они считаются потому что благодаря этому вы можете видеть реальную картину по вашему заработку некоторых конкурентов к примеру с этим бывают проблемы ну и также здесь вы можете посмотреть открытые ордера кстати говоря вот в этом вообще именно окне появится кнопочка исправить ваши ордера если у вас на момент усреднения допустим не было денег grid который у вас должен был стоять денег не хватило он выдаст ошибку и именно вот здесь вы можете эту ошибку исправить добавить денег на биржу нажать кнопку и собственно ваш ордер будет исправлен и размещен о рыночной цене но если эта цена по крайней мере ниже того места где должен был быть этот grid далее что мы еще можем сделать с ботом ручное усреднение позиция я вам уже рассказал закрыть позицию по рынку с теми условиями которые у нас сейчас имеются изменить бота мы можем поменять здесь индикатор по которому работает бот до заменить один на другой если вам кажется что какой-то из них не эффективен до поменять попробовать посмотреть не будет ли работать с другим индикатор лучше далее вы можете изменить take profit увеличить его или уменьшить ну то есть и по остальным настройкам take profit и естественно то же самое ну естественно стоп лосс вы можете поставить его в любой момент добавить либо убрать ну из управления рисками естественно вы можете поставить максимальную и минимальную цену выше и ниже которые вы не хотели бы чтобы открывались у вас сделки то есть обезопасить себя от каких-то слишком больших пампов или дампов допустимые общий убыток и целевая общая прибыль то есть это все настройки которые вы можете сделать на уже работающем боте далее у нас осталось здесь остановить бота и остановить бота вы можете несколькими способами кстати говоря вроде бы такая простая вещь но также имеется не у всех то есть вы можете отменить ордера и оставить bitcoin вас bitcoin который имеется в сделке он просто ляжет вам на баланс вы будете знать что у него там вот такая определенная до средняя цена ниже которой вам не нужно его продавать до остальные usdt просто вернуться вам на баланс продать по заданной цене то есть вы можете сразу же поставить take profit на bitcoin который остался у вас в этой сделке то есть какой вы захотите сколько процентов захотите столько поставите ну и продать по рыночной цене то есть bitcoin который у вас сейчас там в данном случае к примеру минусе будет зафиксирован продан в usdt вот собственно и все настройки о диссее потом которые на данный момент имеются если я конечно же ничего не забыл но вроде бы ничего не забыл может быть имеются какие-то вопросы в чате дополнительные или может быть кто-то все-таки хочет поделиться настройками роботов на аналитику кстати говоря так как этот мастер-класс будет в записи будет на ютюбе также как и первый задание вам на следующий мастер-класс также запустить на демо счете на демо деньги до диссее ботов несколько штук и к примеру grid ботов также как я и в первом мастер-классе говорил до несколько штук потому что будет у нас еще 3 мастер-класс где хотелось бы действительно разобрать ваши настройки подсказать вам где допустим вы что-то делаете неправильно либо где у вас наоборот все хорошо поделиться можно довольно легко нажать вот эту кнопочку выбрать нужных ботов и скопировать ссылку и можете эту ссылку отправлять прямо в комментарии к youtube ролику они удаляться не будут мы их оставим запишем и уже непосредственно на следующем мастер-классе мы просто возьмем их эти ссылочки и разберем ботов по настройкам также если у вас имеются какие-то вопросы которые вы не успели задать сегодня вы также можете их задать в комментариях к роликам первому и ко второму к любому где вам удобно и собственно к диссее если у вас вопрос только второму если к сеточному бот ток первому эти вопросы также будут выписаны и мы также на них ответим но она сегодня наверное раз я не вижу вопросов в чате наверное будем потихонечку закругляться спасибо вам за то что вы присутствовали всем спасибо за эфир всем счастливо всем пока